здарова youtube здарова дзен с вами джон он же не тихотис 312 сегодня в этом ролике мы разберем билд на нить его охотника и еще парочку новостей разберем в том числе и парочку багов после вашего лайка подписки на канал проживайте колокольчик и прохождение по всем ссылочкам сани ролика для поддержки стримеров хочется также поблагодарить товарища да са не сила за три месяца тень спасибо большое за поддержку и так погнали в общем тут нас посетила новости о том что кивен яйнис это тот человек который занимался pvp в десне последние 10 лет уходит из десне и но остается банджи и принимается за какой-то новый проект в общем что странно я эту новость видео у одного из своих западных коллег и когда я залез в твиттер кивина яйниса этом не заметил от вот вита поэтому буду относиться к этой новости таскать с щепоткой соли но интересно то то что на протяжении многих лет это человек занимал различные посты в банджи и в том числе ему принадлежит ряд интересных подсказываний том числе недавних из-за которых может быть его и передвинули но я думаю а те люди которые сейчас pvp очень-очень много играют очень много там с ним контактируют безмерно благодарны этому разработчику да за последние изменения в нашей любимой игре касаемо pvp ну да ладно с этим мы разобрались идем дальше дальше сюрприз новый экзотик выключен экзотические экзотическое глефов глефов третий слот а кусачий там касание зимы кусачие ветра в общем вы поняли я просто как раз сегодня собирался добить последнее мероприятие чтобы продвинуться дальше по квесту выбить себе этот экзот и мне такие банджи говорят знаете что этот экзот наносит больше урона чем хотелось бы так что мы его выключаем во всех рейдах подземельях и в гамбите ну помните да я говорил перед стартом сезона что у нас обязательно будут выключены какие-то экзоты какие-то обилки и так далее и ну ждать долго не пришлось кайфуем а тем временем мы идем дальше дальше мне тут подержали в курсе на стриме да то что если вы завершаете героические патрули то можно получить пушку не амуны которые может быть красный фармится то что так же как из перезалетать поэтому если кто воспользовался уже этим можете кайфовать от жизни и фармить дальше далее меня очень многие люди спрашивали как фармить матки нитей и здесь вот воспользоваться помощью одного из моих западных коллег с ником кри он составил подробный список тех мест откуда можно проще всего достать матки нитей которые необходимы для того чтобы сблокировать фрагменты нитей на каждого из наших персонажей ну как вы помните просто у нас же игра достаточно классная поэтому в отличие от солнца пустоты и электричества молнии 3.0 да где вам достаточно было тупо потратить блеск чтобы приобрести аспекты фрагменты здесь вот нам надо очень много играть с нитками с под классом с пушками на энергии нити и так далее того чтобы доставать собственно вот эти матки там за каждый фрагмент у нас примерно 200 требуется матков но вот здесь собственно нам рассказывается где в какой активности и в каких количествах вы можете приобрести эти матки примеру в патрулях у нас 7 или 8 падает героических патрулях от 20 до 25 уличных мероприятиях 25 в героических публичных мероприятиях 30 в затерянных секторах от 12 до 15 за убийство мощной цели 7 за сундук вы получаете еще 7 за перегруженный терминал но это активность которую мы сейчас используем для того чтобы фармить репутацию на амуна вы получаете аж 75 штук но только в том случае если вы открываете сундук при помощи ключа перегруженного вот здесь собственно отдельная картинка кому интересно будет со всеми этими подробностями ну а мы идем дальше дальше же опять же мы сегодня очень много обращаемся к футажам моих западных коллег тут вот у нас западный канал мейкер от секра составил подробный ролик да где в конце перейдена таблица где можно заценить сколько урона носят какой подкласс нитей с определенным экзотом как вы видите титановский титановский нитевый подкласс берсеркер да вместе с синтоцистами наносит чуть больше урона 701 тысяча чем ульта охотника с нитями на чешуей пожирателя зверя чешуей пожирателя миров да только здесь есть один нюанс в том плане то что ульта охотника забагована и вот ту цифру которую здесь видите надо умножить на 2 внезапно да из-за этого охотник сейчас является самым дпс на подклассом нитевой но скорее всего банджи это пофиксят потому что они не любят когда что-то у нас в игре обогованное но когда это когда это выйдет я фиг знает скорее всего эту суперспособность отключат на проведение day 1 или day 2 как нас его называют так что будем следить за развитием ситуации а пока что пока не это не поправили самое прикольное то что у нитевого охотника у не тихоца суперспособность наносит два раза больше урона только в том случае если вы пользуетесь его слабой атакой то есть когда он кого-то напрямую вот так вот бьет плеткой а не когда вот он на сильную атаку циркулирует вокруг в общем достаточно занятно поэтому исходя из этого мы сейчас и поговорим о билде на охотника нитихоца с во первых с танцующими машинами а во вторых с чешуей пожирателя почему танцующими машинами вот пару дней назад у меня вышел ролик да где мы смотрели на новых экзот личину циртахахны и тогда вот мне зрители посоветовали попробовать сияющий танцмашина это экзот который позволяет использовать несколько уклонений подряд на охотники на любом да он когда-то был забагован особенно на ставите позволял противников морозить пвп и вот как он действует сейчас то есть мы в течение пяти секунд на этом экзоте после применения первого переката можем сделать еще столько столько же переката сколько нам позволит счетчик соответственно благодаря этому можно воспользоваться энергией нитей для того чтобы спамить обилки как вот мы это будем делать при помощи какого билда во первых нам понадобится быть рядом с нашей целью с нашим противником чтобы в течение короткого времени можно было совершать несколько уклонений уклонения можно совершать пока не закончен таймер 5 секунд или пока ваши противники которые рядом находятся не помрут все с которыми вам надо видать все делать чтобы у вас откатывался перекат по поводу подкласса какие нам тут нужны настройки один из наиболее таких популярных билдов западном контент сообществе поэтому почему бы нет почему бы нам тоже его не попробовать во-первых нам понадобится уклонение азартного игрока чтобы у нас восстанавливалась энергия ближнего боя когда мы находимся рядом с нашим противником во-вторых плетеный шип но здесь других вариантов особо у нас нету в третьих крюк мы создаем крюк и быстро подтягиваем себя вперед уцепившись за сплетение нити мы мгновенно восстанавливаем энергию гранат что нам пригодится как раз же потому что мы создаем целую кучу сгустков сплетения после убийства противников благодаря которым мы собственно сможем восстанавливать себе вот эту вот энергию также при использовании крюка и сразу после вашей атаки ближнего боя наносят урон по площади и расплетают цели то есть расплетение что это у нас такое разрушительная материя нити проникает в цели когда жертва получает урон из нее вырываются расплетающие снаряды которые преследуют ближайшие цели расплитающие снаряды оружие нити также могут ошеломить барьерных воителей пробивая щиты расплетенные цели при уничтожении распадаются оставляя после себя сплетение все это достаточно круто также у нас тут есть аспект вдове и шелк вы получаете дополнительную гранату при использовании крюка в точке закрепления создается цепкий узел ну собственно цепкий узел это у нас то за что мы можем цепляться ради того чтобы перемещаться быстрее в пространстве и восстанавливать таким вот образом себе энергию гранат когда вот мы с ним контактируем ну и связывающий удар что у нас делает осуществляет подвешивание цели попадает в обездвиженную паутину из материи из нити повисает в воздухе подвешенные стражи не могут двигаться а враги не только двигаться но и стрелять из оружия кроме того эффект ошеломляет неудержимых воителей подвешенные цели при уничтожении распадается оставляя после себя сплетение ну тот самый сгусток который мы можем потом кидать других противников и откатывать себе таким вот образом также еще способности вот что мы делаем получается используя уклонение воздухе чтобы стремиться вниз и нанести удар по земле подвесить все ближайшие цели используя неспособность увеличивает время восстановления классовой способности что нам тоже принципе нужно после быстрые цели после быстрой серии прицельных попаданий от цели исходит оттекающий импульс отсечение это у нас что делает контакт цели с окружающим миром нарушается и она наносит значительно меньше урона отсеченные цели при уничтожении распадаются оставляя после себя опять же те же самые сгустки сплетения нить разум устраняя подвешенные цели вы получаете энергию классовой способности то есть таким вот образом мы входим в такую вот так называемый луп когда вот мы используем одну способность чтобы откатить себе другую а нить защиты подобрав сферы силы вы получаете эффект плетеный панцирь плетеный панцирь что делает ваше тело защищает сети стугой сплетенной материи нити которые значительно снижают урон получаемый от неприцельных выстрелов то есть если противники в пве не попадают нам голову то от стойкости да у нас там аж за 80 процентов может быть сопротивление к урону дальше у нас идет не длительности эффекты подвешивания расплетения и отключения наложены на цели действует дольше то есть это нам опять же нужно для того чтобы было больше времени реализовать все эти бафы и дебафы на наших противников ну и здесь кому будет также любопытно можно опять же почитать что каждая из этих способностей делает что делать отсечения что делать подвешивание и расплетение и так далее дальше здесь вот мы используем пустотные пушки и нитевые для того чтобы у нас работал нестабильный поток подбирая сферы силы вы получаете нестабильный выпей пассы для пустотного оружия и таким вот образом мы благодаря пустотным пушкам наносим еще больше урона также у нас тут есть усиление пустотного оружия если момент когда вы побеждаете цель с помощью пустотного оружия хотя бы одна из ваших собственно способности заряжена вы получаете временный бонус урона пустотного оружия к сожалению отработает только на подклассе пустоты поэтому тут мы сейчас это не трогаем но можно оставить на заметку рассказать ладно идем дальше в голову мы вставляем моды накопитель пустоты и накопитель нити можете сами решать сколько вам тут нужно будет этих модов для того чтобы создавать сферы силы здесь вот поскольку мы пока в эндгейм контент не идем я поставил последнее предупреждение пистолет воронка прят пистолет пулемет ну и утрату также можно попробовать любые другие пустотные или нитивы пушки которые вам будут удобны но мы пока что воспользуемся этим дальше а в руки мы вставляем моды ударная волна для того чтобы попадание ближнем бою сокращали время восстановления гранаты чтобы у нас было больше возможности использовать наш билл и фокусирующий удар чтобы мы получали энергию класса когда наносим противникам атаки ближнего боя ну и также у нас тут есть грубая сила чтобы после добивающего попадания усиливаем ударами ближнего боя создавали сферы силы опять же когда вот мы используем нашу энергию гранаты крюка подтягиваемся к нашим противникам убиваем их при помощи удара рукой да при помощи плетеного шипа у нас создаются сферы силы вот которым мы можем воспользоваться для того чтобы вафнуть наши пустотные пушки и нетабильными патронами а также получить плетеный панцирь который дает нам резист к урону и из-за такого повышенного резиста соответственно есть возможность пользоваться этим в эндгейм контенте потому что когда мы за гличи при помощи сияющих танц-машин перекаты мы можем всех находящихся рядом противника в том числе там воителей мобов неуязвимых противников до подвесить за нить и они будут беспомощны на протяжении определенного помежутка времени ускоренного благодаря эффект нити длительности так что из-за этого у нас есть возможность полностью контролировать ситуацию на поле боя и таким вот образом делать с противником что захотим это действует и на сильных мобов и на слабых мобов и на жалко что на боссов не действует было бы еще прикольно но скорее всего это бы пофиксили со временем ну да ладно дальше у нас идет грудь здесь вот мы вставляем гаситель ударов также можно попробовать на крайний случай поставить экстренное укрепление но здесь бы я не советовал это делать потому что этот мод тратит все наши заряды брони а у нас тут еще и стоит вот в грудь повязку мод класс в импульс чтобы мы получали энергию классовая способность когда и уровень падает на 0 здесь вот видите да я не особо вкладывался в подвижность и в силу потому что все откатывается за счет обива за счет вот этого билда здесь я вот себе поставил также заряженность увеличение увеличивает максимальное количество заряда брони которые вы можете накопить на единицу гаситель ударов на то случай если мы будем сражаться с большим количеством топовщих мобов если вам этого покажется мало можно попробовать несколько модов на заряженность ставить ну или могут моды там сопротивляемость урона перестрелки или сопротивляемость солнцу там в общем если у вас там среди противников очень много снайперов к примеру ну или просто противников использующих энергии солнца ну в общем там уже решаете по вкусу далее в ноги мы вставляем мод регенерация заряд заряда для того чтобы у нас был дополнительный заряд брони и утепление чтобы сферы силы также восстанавливали нам время восстановления классовая способности ну учитывая то что мы делаем перекат да радуемся с противниками при этом восстанавливаем себе энергию ближнего боя да то лучше все-таки вкатываться в быстрое восстановление подвижности для того чтобы у нас это было гораздо чаще эта синергия происходила ну и также тут у нас помимо классового импульса повязки стоит стоят моды подрывник аж две штуки для того чтобы у нас быстрее при активации класса способности восстанавливать гранаты и мы чаще могли пользоваться нашим крюком ну что ж вроде бы более-менее пробил все рассказал попробуем сейчас немножко на практике а ну и да чуть не забыл по поводу чешуи пожирателя звезд но здесь все относительно просто то есть мы при использовании вот этих вот этого экзота ставим себе также буксировочную пушку бафаем ею противника и ультуем по нему чтобы получать удовольствие таскать потому что добавь у нас 30 процентов происходит ссори что меня сейчас так немножко штырит немножко немножко не выспался но да ладно хотелось поделиться с вами этим пилдом потому что почему нет так ну что ж делаем перекат рядом с нашими противниками и страдаем фигней потому что они переделают экзот пардон но зато в принципе увидели как это без экзота работает сейчас вот сияющий танц машины я надел можно смотреть тестить вот у меня включается серия уклонений и таким вот образом мы избавляемся от наших противников даже не прилагая никаких усилий подбираю сферы силы включая панцирь иду к следующему своим противникам перекат у меня уже есть делаем снова вот такие вот действия моим противникам достаточно хорошо как видите у меня при этом еще есть благодаря моду в артефакте нестабильные патроны и таким вот образом можем делать что хотим с нашими вагами пока они подвешены в воздухе и беззащитны то есть если вы вдруг после первого переката кого-то не задели то можете потом еще в дальнейшем спамить эту обилку в течение пяти секунд нашего переката для того чтобы была возможность убивать просто всех кто находится в радиусе действия вашего переката ну что могу сказать переодеваюсь на ходу до этого я думал что нити на охотники у нас плюс-минус бесконечно но как выяснилось у нас мало того что сломанная ульта так еще и и возможность контролировать поле боя полностью возможно это даже использовать каких-нибудь гранд мастерах с умерщих налетах на полученных сложностях в рейдах и так далее потому что ну сопротивление к урону который дает нам панцирь и возможность постоянно делать себе сферы силы нашими обилками нашими пушками при убийствах да это прям круто окей получается хайпуем но нам еще надо же посмотреть как работают как работает чешуя пушателем звезд заценим урон как у нас работает чешуя пушателем звезд собственно то есть нам надо подбирать серой силы чтобы усилить нашу суперспособность здесь чтобы добиться окончательного прироста бафа нам нужно где-то четыре сферы силы есть индикатор заполнен сфера усилит вашу суперспособность благодаря чему она нанесет дополнительный урон и исцелит вас при полном усилении вы также получаете щит собственно копим сейчас эти заряды так одна сфера силы пирше со света x1 блин здесь я вот забыл поменять конечно вот так вторая сфера силы так вторая сфера силы так где тут у меня ага сюда сейчас вот найдем как-нибудь третью нам для этого надо еще одного моба жалко что нестабильные патроны блин не делают сферки это было бы удобнее гораздо ну да ладно бешенство света мы накопили начнем наказывать так даем буксу включаем ульту и бьем двух ударов хватило по сто шестьдесят две тысячи урон это еще при том что это число увеличивается в два раза ну вы поняли достаточно больно бьет ну и на этом в принципе у нас все лайк ставим комментарии пишем на канал подписываемся и колокольчик поджимаем чтобы не писать и на линии а выходе новых видосов увидимся в следующих роликах и на стримах пока 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 Продолжение следует...